Могилевский Днепр Могилевский Днепр Могилевский Днепр Желание все-таки не только, скажем, как-то попытаться прошлогодний такой, прошлогодний фиаско как-то сглазить, но и желание совершенствоваться, желание работать. Если взглянуть на состав Днепра, можно обнаружить большое количество могилевчан. Прописка в паспорте была далеко не последним критерием комплектования к сезону. Конечно, немножко все-таки крен был сделан в плане ребят, которые могилевчане. Это ввиду все-таки каких-то экономических, какой-то расходной такой части. Все-таки многие проблемы решаются, скажем, и бытовые, и в шаговой доступности все игроки. Огромных по белорусским меркам зарплат в клубе нет. С учетом того, что есть специфика, скажем, игроки покупают инвентарь, бутсы за свои деньги, где-то львиную долю лечения проходят за свои деньги, заработная плата абсолютно средняя, наверное, даже по меркам простого человека. После восьми туров Днепр располагается на второй позиции. Проиграли важный матч Гомелю. Стартом сезона Александр Сиднев доволен? Говорю, от чистого сердца я не смотрю в турнирную таблицу. Я не хочу смотреть, как играют, какие очки мы набрали или не добрали очки. Это очень сложно для меня, во всяком случае. Я готовлюсь к следующему матчу, как и мои футболисты. Мы будем очень хотеть его победить, и чтобы с каждой игрой добавлялась немножко эстетики в наши действия. Впрочем, быть выше Гомеля по итогам сезона принципиально. Думаю, да. Но кого мы будем опережать и на каком мы месте будем, это покажет СИЗО. Наша принципиальная позиция – быть выше. Я не знаю, какой меня. Может, принципиально будет обгонять другую команду. Но мы хотим выше быть. Теперь о более глобальном. Известно, что в прошлом сезоне Днепр потратил больше некоторых клубов высшей лиги. Сейчас говорить о финансовом благополучии не приходится. Впрочем, главное в другом. Команда городу нужна. Я увидел, что действительно это не абуза команда. Это такое дитя, которое, возможно, где-то и радует чем-то, где-то и огорчает. Но это свое, это родное. И в этот период такой непростой я вижу, что делается все возможное для того, чтобы мы стали лучше, лучше, лучше. У Сиднева уже был опыт работы с большим клубом «Минским Динамо». В силу различных причин успешным союз не получился. Тренер вернулся в Бобруйск, построил несколько хороших команд. Но второго шанса поработать в клубе с большими возможностями так и не получил. Впрочем, нынешний главный тренер Днепра не расстраивается. Мне очень хотелось бы, чтобы этот клуб никогда не пожалел о том, что меня пригласил сюда. И я не думаю, если бы до кобы. Понимаете, прошло какое-то время, у меня есть с чем сравнивать. И иногда бывает, что для творчества, для повышения уровня своей квалификации, знания, полезнее поработать в таком клубе, нежели там, где, скажем, все вроде бы как благополучно. Все мысли и надежды связаны с новым проектом. «Все очень верят в то, что нам удастся вообще и клубу состояться, и команде состояться. И не важно, кто будет здесь дальше работать, чья роль это будет. Каждый должен сделать во время пребывания все для того, чтобы сделать по возможности созидательную часть. Не просто присутствие, а что-то оставить после себя». Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok